Спорт должен выйти из социальной сферы, отрасли необходимо самой себя обслуживать и самостоятельно зарабатывать средства. Такому выводу пришел президиум и участники второго пленарного заседания в рамках международного форума «Россия – спортивная держава». Несмотря на то, что за последние десятилетия в нашей стране введено в эксплуатацию свыше 50 тысяч спортивных сооружений, а общее количество действующих объектов спорта превысило отметку в 300 тысяч, 92% из них до сих пор находятся в муниципальной или государственной собственности, а дефицит инфраструктурных возможностей ровно наполовину отстает от норматива. В связи с этим дальнейшее совершенствование материальной физической базы, физической культуры и спорта требует расширения участия частных инвесторов, а также перехода от системы муниципальных учреждений в качестве операторов инфраструктуры к системе организации малого и среднего предпринимательства. Позицию малого и среднего бизнеса на заседании высказал вице-президент крупнейшего в стране объединения предпринимателей «Опора России» Азад Газизов. Бизнесмены заинтересованы в поддержке российского спорта. Более того, в этой отрасли много новых ниш, где еще не ступала нога отечественного предпринимателя. Новые площадки позволят выполнить государственную задачу, поставленную Владимиром Путиным перед принимательским сообществом. В майском указе Владимира Владимировича Путина поставлена государственная задача по увеличению доли занятых малым и средним бизнесом с 19 до 25 миллионов. Задача достаточно сложная, потому что в последнее время у нас эта цифра достаточно устойчивая, имеет тенденцию к росту, но без какого-то серьезного рывка, без нахождения новых ниш, эту задачу будет выполнить крайне сложно. Со слов экспертов, в спортивном направлении есть три основные возможности для вложения средств. Это фитнес-индустрия, производство спортинвентаря и реализация проектов по принципу государственно-частного партнерства. Сейчас по последнему пути активно себя проявляют 23 субъекта России. Среди них Ульяновская область. Ульяновск – это не просто город, и не просто область, которая говорит о ГЧП по наслышке. Это город, который активно участвует в этом процессе, город, который многое сделал для того, чтобы государственно-частное партнерство продвигалось вперед, и город, который действительно нам сегодня предоставил эту замечательную площадку, которая тоже, кстати, построена по принципу государственно-частного партнерства. Опыт работы Ульяновского региона в развитии спортивной инфраструктуры и пропаганды массового спорта путем различных форм ГЧП на пленарном заседании презентовал председатель областного правительства Александр Смекалин. Условно, самый яркий пример – это строительство ледового дворца «Волгоспорт-арены», в котором проводится этот форум в рамках реализации конституционного соглашения. Это один из крупнейших проектов Российской Федерации в сфере строительства спортивных сооружений. А также обсуждался вопрос вовлечения в эксплуатацию невостребованных или неэффективно используемых площадей, находящихся в государственной муниципальной собственности. Мы уже активно используем этот метод, и в частности в рамках такого метода сейчас реализован проект создания центра кикбоксинга в Димитровграде, построен университет футбола в городе Ульяновске. Кроме того, на пленарном заседании председатель правительства от лица спортивного сообщества всей области выступил с инициативой формирования так называемых именных сертификатов на занятия спортом. То есть за каждым человеком, который хочет вести здоровый образ жизни, закрепляется сертификат. Документ дает право оплатить услугу по занятию любым видам спорта. Решено, что предложение рассмотрят в ближайшее время на федеральном уровне. Ринат Алиулова, Русан Баталов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова